В вашей аптечке первой помощи всегда обязательно должны быть бинтовые салфетки, либо ее можно сделать из бинта, это у меня из бинта салфеточка. Единственное, важно, чтобы не было махрящихся краев при обработке. Хлоргексидин, антисептик, девочки. Соответственно, если у вашей лошади есть рана, у нас у лошади небольшая рана, но тем не менее, ее тоже можно обработать. Обязательно поливаем сверху и салфетку, чтобы она была влажной, и саму ранку. И прямо промакиваем. Если на ранке есть корочки, то мы их, соответственно, убираем. На самом деле, вот такую ссадинку можно просто забрызгать любым спреем, то есть алюминий спреем, либо термицином. Если ранки более глубокие, то они еще замазываются матью, левую боль. Соответственно, для того, чтобы привести термометрию, мы смазываем любым маслянистым веществом носик термометра, смешайте, подходим сбоку от лошади обязательно, то есть технику безопасности следуем. Одной ручкой мы отводим хвост в бок, переходи сюда, чтобы он лезет. И аккуратно, по стеночке прямой киски, прям прижимая туда, заводим термометр. Нажимаем на кнопочку, ждем, пока он не измерит, то есть не отпускаем термометры, не делаем что-то в этот момент лишний. Естественно, дожидаемся полного измерения температуры. Так, только термометр пропищал, соответственно, термометр достаем, у нас прекрасная температура. Лошадь хвален, термометр протираем салфеткой. Соответственно, турбор кожи и эластичность мы проверяем на шее, это проще всего, прищипываем кожу и складочка моментально расправляется. Если складка расправляется медленно, это может говорить за обезвоженность лошади. Соответственно, если вдруг у вас толстая лошадь, можно прищипнуть кожу на плече. Обезвоживание мы еще можем посмотреть поближе на слизистых. Вот у нас десенки, они влажные. Простите прям пальчиком, не должно быть никакого скрипа, фарфоровости. То есть они вот влажненькие, мокренькие.